Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой тем, как неверный. Это слово означает неправый, нетвердый, неустойчивый, неуверенный, ложный, ошибочный, обманчивый, ненадежный. И это слово очень часто встречается в нашей жизни. Неверный друг, неверный муж, неверная жена, неверные, может быть, дети, неверное, может быть, начальство. И мы сразу обратимся к Библии. Иисус говорит о людях, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Это Евангелие от Марка, 9 глава, 19 стихом. И действительно, кому же люди должны быть верными? Не только своему слову, не только самим себе, конечно же нет. Они должны быть верными и своей семье, и своим друзьям, и своей стране. Но прежде всего, прежде всего они должны быть верными живому Богу, который дает человеку жизнь, который знает его лучше даже, чем сам человек. И поэтому Бог просит у человека, не требует, Он просит у него, соблюдай заповеди Божьи. И тогда ты будешь в безопасности, и тогда живой Бог будет оберегать, охранять тебя, вести по жизни, и тогда ты будешь иметь Божью милость и Божью благодать. И в этом многие люди, которые не думают о духовном невидимом мире, а его роли в жизни человека, они притыкаются и становятся неверными, потому что соблазны приходят в их жизнь. Соблазны от людей, от врага. И это очень частое явление. И в Евангелии от Луки, 16 главе, 10 стихом, стоит следующее. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. В Салтыре, 78, 57 стихом, стоит следующее. И сегодня многие люди живут по традициям своих предков, по традициям своих родителей, по преданиям, может быть, своего народа, но это неверная дорога. Это неверная дорога, потому что Бог неоднократно говорил людям о том, что есть человеческие воззрения, и они ложные в массе своей, а есть верные Богом данные, и которые сегодня даются Богом непрерывно, каждому человеку. Ибо Бог заботится о каждом, кто обращается к нему со словами покаяния, прошения, ободрения, назидания. И неверный – это человек ошибочный. А ошибки могут привести человека в очень плохое место. Как его самого телесно, так и его душу. И поэтому необходимо становиться верным прежде всего живому Богу, а уже затем самому себе, своим близким, своей стране. Неверный – порассуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok